Депутат Мажелисов Депутат Мажелиса Парламента Депутат Мажелисов Депутат Мажелисов Депутат Мажелисов Депутат Мажелисов Депутат Мажелисов Депутат Мажелисов Потому что первый год, когда я встретился с ними, он сказал, что если поедешь в Караганду, то спустись в шахту. Я первым делом, когда приехал, как он рассказывал в студии, США, Сарань, Шахтинг, Сабай. Я спустился в шахту и практически дневную проходку вместе с начальником шахты по всем этим прошелся. Как вы попали из Павлодарского вуза в парламент? Вы же три года депутат. Да, совершенно верно. А до этого вы работали? Работал проректором университета и второй созыв уже был депутатом городского Маслихата. Как вы попали? Это, наверное, как и все, у нас сейчас по партийным спискам, списке Нур-Атан. Это очень почетно. То есть от Павлодарской области сколько фамилий было? На тот период четыре фамилии было. Четыре фамилии. И выбрали только вас? Нет, нет, четыре все. Все четверо вы сейчас в парламенте? Да, практически все. Как работа? Работа очень интересная. Нравится? Интересная, нравится, но очень ответственная. То есть приходится взвешивать каждое слово, стараться, по крайней мере. Потому что налагает определенную ответственность мы партия власти, член партии Нур-Атан. То есть раньше ваша жизнь была более такая беззаботная, можно сказать. Сейчас, вот вы говорите, больше ответственность. Сейчас, можно сказать, вы на все пуговицы застегнуты. Да, стараюсь, по крайней мере. Тяжело? Все время за собой бдить? Это же тоже как-то... Да, тяжело было. Не по-человечески. Я говорю, груз ответственности, я не скрываю. На самом деле, потому что ты представляешь партию, ты не один. Вы же в любом случае должны олицетворять идеальный образ для народа? И вы стараетесь это олицетворять? Нужно олицетворять искренний образ, искренне работать. У нас есть поставленные задачи. Нет, но вы же не роботы, что значит мне нужно? Искренне, ну, стараться имеется в виду. То есть я же сейчас не пришел сюда, вот вечерняя студия, я галстук снял. Хотя, ну, может быть, нужно было и официально прийти. Ну, раз предполагают, что две красивые дамы, студия, в вечернее время, не в рабочее время, то, соответственно, поздравлюсь. Просто нейроген вообще пришел в спортивном формате, да. Ну, я тоже люблю спортивный формат, но я успел только галстук снять. То есть вы работаете до 9 вечера? Да, к сожалению, это мой, есть грех за мной. Ну, разве это грех? Это, наоборот, похвально, что вы по благо народа до 9 вечера. Не совсем, не совсем. Вот есть, допустим, у японцев, там, у других, там, в корпорациях, если эффективно работаешь, то должен успевать работать в рабочий период, да. Если я не успеваю, значит, это с тайм-менеджментом, что-то нарушено. А можно узнать, вот, в чем заключается ваша работа? Я, вот, честно, очень далека от депутатского корпуса, ну, совсем далека, можно сказать, что вы с Марса, а я с Луны. Вот я представляю так, депутат встал утром, ну, выпил чашку кофе, да, спринял душ, надел хороший костюм, пришел в свой личный кабинет. У него есть секретарша? У нас у каждого депутата есть один помощник, который выполняет роль помощника. Все, больше никого нету. А зачем депутат и помощник? Что, каким вкус он несет? Записать ваш рабочий график? У нас же есть почта, приходит. Депутат не всегда сидит же в кабинете. Есть корреспонденция определенная. Вот, ладно, продолжаем ваш рабочий день. Вот вы приходите на работу. Я с утра, во-первых, не просто, у нас процедура, то есть я встаю очень рано. Мы где-то в 6 утра встаю. Каждый день никакой личной жизни, слышите, так? Каждый день 6 утра? Да. Представляешь? Если хотите, вы можете присоединиться. В 6.40 мы с моими коллегами-депутатами, мы выходим вот перед парламентом, буквально там рядом, и начинаем пробежку. Это порядка 6 километров. А можете назвать своих коллег? Кто это вот? Да, у нас есть клуб, шабандозы мы называем себя, ну, мы в WhatsApp'е так, для того, чтобы эффективно как-то делать эксайтинг, такие вещи такие захватывающие, спортивные. Ну, вообще, все началось с велоклуба. То есть мы на велосипедах. Так это что-то новенькое. Все началось. Ну, потому что мы не официруем. С вашего клуба у нас еще никого нет. Я, наверное, впервые, наверное, буду говорить это в эфире. У нас обычно это друг для друга, не для средств массовой информации, а для себя. А почему вы так скупо делитесь со средствами массовой информации? Почему мы о вас ничего не знаем? Вот, например, нам стоило больших усилий с Динары, да, вас пригласить в студию, и вот сейчас мы узнаем, что вы обычный человек, что вы катаетесь на велосипеде, что у вас есть какие-то клубы по мужским интересам, да, у вас, у депутатов. Ну, я так... Вот вам что, жалко пригласить средства массовой информации? Ребят, ну, как бы, вот нормальные люди, да. Или вы считаете это частью пиара? Я не считаю. У нас каждый должен заниматься своим делом. Зрителям, как вы понимаете, промтайм, это когда что-то интересное идет. Что интересно? Захватывающе. То есть это неинтересно же, целый день у нас проводятся рабочие группы, заседания рабочей группы. Это очень тяжелый, кропотливый труд, который никто не видит. Сидят государственные органы с разных министерств, мы обсуждаем вопросы актуальные, проверяем, действительно ли так, приглашаем экспертов, обдумываем каждое слово. Здесь идет самый такой спорный вопрос. Затем у нас заседание комитетов, где мы, отраслевых, у нас в Можилисе 7 комитетов. Затем пленарное заседание, где мы уже все это обсудили на рабочих группах, обсудили на комитетах и выносим уже на пленарное заседание. И там уже все это проходит консервативно. Поэтому людям, может быть, это неинтересно, скучно, потому что есть регламент. Может быть, нравится, как в других странах, в парламентах дерутся, оскорбляют друг друга. Это зрелищно, это интересно. У нас этого не происходит, потому что мы конструктивно работаем. Все остальные не конструктивно. Да, и поэтому, может быть, в СМИ не приходят, вот именно вот эту рутинную работу не интересуются. Давайте вернемся к вашему велоклубу. Проспаетесь в 6 утра. Зачем? В 6.40 уже. В 6.40 в одежде. Вот зимой мы где-то у нас это уходит 50-55 минут, вот 6 километров, потому что мы еще разминаемся. А сколько у нас человек? Ну, вообще, клуб 13 человек. Мухтар Бакирыч тоже член этого клуба. Чего не рассказал. Но у нас из него, он с нами не бегает. Он просто участвует. Он просто состоит в этом клубе. Он участвует. Нет, когда что-то мы проводим, может принять участие. То есть у нас есть активные члены. А кто вот активные члены? Нурлан, Жазалбеков, Арман Тулешевич, Кожахметов, Омур Заков. Очень много. То есть вот так вот... И каждое утро... Мой друг Андрей Бегинеев... Подождите, каждое утро вы бегаете? Да. За исключением суббота-воскресенье, как правило. Почему суббота-воскресенье? Потому что, ну, выезды обычно... А зачем нужно обязательно вот с коллегами бегать? Нельзя дома поставить беговую дорожку и пробежаться? Или возле дома? О, вы как раз... У меня супруга журналист, у меня спор. Она говорит, поставим беговую дорожку. Я говорю, зачем? Вот беговую дорожку нужно... Во-первых, это средства дополнительные, даже если так потратить. Место занимает. Хотя можно на улицу выйти. Астана чем привлекательнее? Ну, возле дома побегайте. Свежий воздух. Ну, вот именно. Мы возле дома и бегаем. Нет, по-моему, я веду, что один-один. Зачем 13 человек? Вместе весело шагать по просторам. Вместе весело бегать. Мы во время беседуем, просыпаемся. То есть интересно обсуждаем. Как ты думаешь, вот этот закон сегодня обсудим в 6 часов утра? Совершенно верно. В 6.40. Первое время темп был, это быстро. У меня тоже скоро комплекс будет. Я молодым в 6 утра не просыпаюсь. Вообще не бегаю. У меня супруга, она сова. Я жаворонок. Я тоже сова. Я жаворонок. И у нас первое время были из-за этого споры. Потому что с детьми, когда дети у меня тоже разделились, у меня трое детей. И сын у меня, как я понимаю, больше сова. Младшая дочь, она тоже сова, любит поспать. А старшая дочь, она вместе со мной. Мы вот вдвоем. У нас есть фотография вашей семьи. Да. Вот замечательная фотография. Да, у вас трое детишек, две девочки и сыночек. Да. И супруга? Почему-то супруга грустная там. Устала, наверное. Ну, вы ее не обижаете? Нет, мы спорим. Как обижать? Обижать нельзя. Не обижаете? Но вчера, допустим, а... Стараюсь не обижать, по крайней мере. Можно? Балуете супругу? Ну... Последний раз что подарили супруге? Последний раз я подарил набор серебряный. Такой вот казахский. Почему не золотой? Ну, потому что мне понравилось серебро, потому что там попалось под руки серебро. Ну, супруга обычно, она сама выбирает, если что-то дарить. А когда искренне, мне больше ценю хендмейт. Когда что-то своими руками, что-то сделано. Правда? Правда. А что вы делаете своими руками? Да все, что угодно. Подарки? То есть, начиная от... Нет, ну и подарки, от ремонта, заканчивая любыми вещами. То есть, я этим горжусь. В принципе, есть чему гордиться. Вот это... Потому что есть деревни, может быть, с сельской местности. Большинство людей все умеет. Второй человек в нашей студии, который дома мастерит. Танерберген шьет сумки по ночам. До сих пор не может купить супруге сумку. Нет, он не супруги. Нет, он супруге сказал, что супруге не нужна сумка. Я сам ей сошью. Мы с сыном, вот, например, интересная история. Мы с сыном решили переделать комнату. Мы пошли, купили материал. Сделали вот такой же подиум. Потом решили еще второй подиум сделать. Повесили дополнительно там, как рух-шторы. То есть, у него уникально. Девочкам сделали немножко в другом стиле. То есть, когда на это уходит там подиум. И все делали сами, руками? Конечно. Можете прийти домой, посмотреть. А во сколько вы ложитесь спать, если вы просыпаетесь в 6 утра? Ну, в разное время. Я стараюсь лечь пол-одиннадцатого. До двенадцати стараюсь лечь. До двенадцати. И сейчас заметил, что это одна пагубная, вот и говорю, то есть, не идеальная. У меня где-то часы я измеряю. То есть, 7 часов где-то примерно сон у меня. Это у вас часы, которые измеряют, сколько вы спите? Да, здесь и бег, активный режим, сон, режим сна полностью. То есть, он вам пикает, когда проснутся? Да, совершенно верно. Не пикает, он вибрирует. Вибрирует. То есть, вы живете вот по, можно сказать, по вот этому браслету, да? Нет, просыпаемся самостоятельно. То есть, в принципе, это ставишь, удобно просто. А вы не устояете жить в таком режиме? Чисто физически, я уже не говорю эмоционально. Честно сказать? Честно скажите. Если вот суббота, воскрешение, как только вот бывает иногда, просто отлежаться хочется. Что-то берешь книгу, читаешь ее, ничего не делаешь, не разговариваешь, ничего. Но если больше одних суток перележал, ну, например, суббота, допустим, получился, и воскресенье, и какой-то праздничный день, все. Потом на третий день нужно будет приходить в себя. Больше трех дней нельзя этого делать, потому что выходишь из ритма. И вот мои коллеги тоже, мы часто общаемся, когда, например, перерыв больше двух дней, уже вообще один день достаточно перерыв такой делать. И нужно, ну, что-то делать. У меня вот идеал есть, Тазбулатов Абай Буликпаевич, депутат Мажелиса, пригласите его сюда, вот он вам расскажет, будете здесь в восторге. Он по субботам 12 километров бегает. У нас будет комплекс, точно не получится. Вот я приехал, с супругой мы приехали, Огджетпес, был случай, ну, да простит он меня. Приехали, жара 40 градусов, смотрю, Нива стоит белая, и ноги такие голые, пятки такие. Подъезжаю, там, Соломенко Абай Буликпаевич лежит. Говорит, только, что вы сделаете? А я жду, говорит, мои коллеги придут, говорю, а что вы делаете? Говорит, а мы пробежку по пересеченке 25 километров. Жара 40 градусов, представляете? Он же военный человек. Ну, военно, не военно, но много военных у нас людей. Нет, у военных другая выдержка, они же более подготовлены. Он с удовольствием делает, он в футбол играет. Наша сборная, Мажелиса, по-моему, второе серебро взяли среди сборных СНГ парламентариев. То есть у вас жизнь такая насыщенная, да? В футбол он играет, я, например, это не могу себе позволить, у меня ограничено. Ну, вот смотрите, Миран, у вас очень насыщенная жизнь, да? Да, совершенно верно. То есть в такой ритм постоянно. Вот вы говорите, что вы играли в КВН, и я с вами, в принципе, и познакомилась на КВН, да? Мы сидели с вами в жюри. А, да, совершенно верно. И вы всегда в жюри на КВН, с утра на работе, вечером КВН, встречи какие-то, да? То есть детям успеваете уделять внимание? Честно? Вот честно, я когда прихожу домой, у меня две мои девочки первые бегут. Папа там, и начинают целоваться обязательно, это процедура. Если пришел немножко напряжен, они чувствуют, они прям, ну, подошли так, сдержанно все там так, потом все разбежались по своим комнатам. И не всегда могу уделить. Ну, да простит меня моя семья, но насколько это возможно, насколько возможно, я хожу с детьми, общаюсь, ближе. А нет чувства вины, что вот вы не уделяете внимания? Есть чувство вины и есть, к сожалению, присутствует. Потому что нужно больше внимания уделять семье, больше детям особенно. У нас об этом споры, поэтому мы прочитали много книг дополнительно. То есть там папология, мамология там есть различные, как нужно вести себя с мальчиками, с девочками. Ну, с сыном у нас больше партнерские отношения, то есть с дочерьми я больше их, наверное, балую, а сын уже как-то взрослый, ему немножко тяжело приходится, потому что он старший. Потому что мы просим, помоги своей сестре уроки сделать, младшей сестре помоги. Он должен у него свои обязанности погладить, должен там убраться, обязательная процедура. Ну, вот вы сказали, что ваше свободное время это суббота и воскресенье. Если вы в субботу можете полежать, то что вы делаете в воскресенье? Утром, смотрите, если пораньше встать. Вы говорите, что у вас очень насыщенный рабочий день, что вы заканчиваете в 9 часов утра, что вы, в принципе, в общем устали. И очень многие депутаты, естественно, я понимаю по мере своей должности, они не могут сказать всей правды, как они развлекаются и где они проводят свободное время. Я сейчас вспомню, даже вот в прошлую неделю я стараюсь всегда говорить правду. То есть для меня развлечение – это активный отдых. То есть это не обязательно, я не люблю много, столько игровые виды спорта, потому что один раз в футбол поиграл, второй раз мне уже неинтересно. В следующий раз мне нужно что-то другое поиграть. В бильярд один раз поиграл, потом мне интересно. То есть мне нужно что-то такое, то есть на квадроциклах новые что-то там, тропу нашли, например, там покатались на снегоходах, на лыжах. Вы не курите, не выпиваете? Я курил 2,5 года назад, ну, редко курил, здоровье не позволяет, но хотелось курить, но потом голова болит. 25 км пробегаете, а курить не могу? 25 км, я 6 км. Ну, хорошо, 6 км. Тоже сильно. Да, ну, у меня была вообще мечта бегать. В 2009 году у меня была грыжа позвоночная, и большинство людей делали операцию, а мы просто разработали физкультурные упражнения. И вы не выпиваете? Нет, иногда почему выпиваю? Почитаете выпивать легкие напитки? Шампанское, вино? Или же все-таки такие тяжелые? Да нет, предпочтений нет. Вот, ну, с друзьями. Водку, виски? Пробовал и выпиваю иногда. Пробовали или пьете? Ну, смотря что подразумевать, подпьете. Если пьете, это... Ну, день рождения отмечаете? Вот можете выпить виски? Вот, например, последний день рождения не отмечал и не пил. А до этого мы выпивали. Но у меня день рождения 1 мая. Ну, вот опять обходной путь, да? Нельзя сказать Иксо, я не знаю, там, любимый напиток. А, в таком плане, то есть... Я спросила, какой конкретный напиток? Иксо, я, кстати, не понимаю. То есть это бренд, не знаю, что модно пить, но мне нравится то, что мне нравится. Я не смотрю вот за модой. Ну, вот что вы пьете? Вы же заходите? Что приносят, что на столе в гостях пришли, что-то... Нет, у вас бар есть дома? Дома бар есть. Ну, вот что вы храните в своем баре? Вина в основном, да. Вина, да? То есть вы любите вина? Да. Давайте поговорим о молодежной политике. Я просто знаю, что вы занимаетесь этим вопросом уже давно. То есть вы в Павлодарской области этим занимались. Сейчас вас перевели уже в парламент. И вы снова, да, по-моему, занимаетесь именно этим? Ну, завтра будет у нас во вторых чтениях обсуждаться, приниматься, надеюсь, закон о государственной молодежной политике. Вот что там главное, скажите? Потому что сейчас молодежь, она такая, неоднозначная. Ну, во-первых, там три вещи. То есть мы говорим, то есть законы нового поколения, я так считаю, по крайней мере, то есть это, к сожалению, он все равно рамочный. То есть мы признаем это. Вначале мы, когда принимали, хотели какие-то прямого действия. Теперь мы рамочный принимаем. И в рамках этого рамочного закона мы больше акцент делаем на участие молодежи в процессе принятия решений через различные институты. Акцент делаем на компетенции государственных органов. Может быть, оказенными словами говорю какие-то интересные? Говорите, да, да, да. Можно своими словами? То есть вы хотите, чтобы молодежь принимала участие, допустим, в написании законов, да? Совершенно верно. То есть она, в принципе, и сейчас может принимать. А как? Вот, допустим, я хочу принимать, ну, ладно, я не могу подойти, да, я уже в рамки молодежи не вписываюсь. Почему? До 29 лет же у нас молодежь. Ну, согласно закону, от 14 до 29 лет. А молодому человеку 25 лет. Вот он хочет заниматься политикой, хочет тоже вот помогать, да, депутатам. То есть он может к вам, к Мираму Бегентаеву подойти и тоже как-то в этом принимать участие? Запросто у нас есть... Запросто? Да, запросто. У нас такие приходят и обращаются. То есть если есть что сказать, если есть предложение... А в рамках закона вы как-то это уже прописываете, да? В рамках закона у нас институционально. Во-первых, есть советы по делам молодежи при акиматах района, города, области. Этот совет, не просто совет, так вот одно название, то есть мы предлагаем положение об этом совете. Более того, я дальше это продолжу, положение этого совета, он будет ежегодно апгрейдиться. То есть эти же молодежь, какие институты тоже дальше расскажу. Вот есть вертикаль советы по делам молодежи, район, город, область, совет по делам молодежи при президенте. Мы выстроили вертикаль. Это вот институционально одно направление. Второе, это молодежные ресурсные центры в каждом районе, городе, область. Есть теперь государственный вертикаль, департамент молодежной политики в министерстве и департамент управления по молодежной политике. А как бы эти советы попадать вообще, скажите? Советы, вот как раз есть положение. То есть любой желающий, который молодой человек, он с активной жизненной позицией может обратиться, что хочет стать членом этого совета. А какой у него стимул, какая мотивация, чтобы туда вообще идти, в этот совет? Сейчас большинство идут в бархат, укурить кальян и пить виски. Но это гражданское сознание. Второе одно направление, это волонтерство. А кто будет менять это гражданское сознание? Потому что сегодня приоритеты другие немного. Вот для этого как раз и есть закон о государственной молодежной политике. Во-первых, из государственных органов, кто за это отвечает? В школе у нас были какие-то... Вспоминайте, вы в каком году школу закончили? В 99-м. В 99-м. Вы закончили уже, когда была независимость. Извиняюсь, Баяна, вы когда закончили? А я даже не помню, когда я закончила. Зато я помню, что у нас при школе был пионерский дом. Я была абсолютно занята танцами, хором, рисованием, плетением. И вы сейчас очень много говорите о том, что вы много совещаетесь. Рабочая группа совещания, здесь совещание, здесь совещание. Что вы занимаетесь непосредственно молодежной политикой. Но по факту, допустим, вот у меня две дочери, и ни одна из дочерей не имеет при школе ни одного пионерского... Ну, как кружков, скажем, секции. Да, да. То есть я плачу за каждое их развитие. Это все есть, но это все платно. И в чем заключается молодежная политика, я до сих пор, в общем-то, не могу понять. То есть есть обычные школы, есть их преподаватели. Они говорят о том, что надо любить родину, надо любить свою землю, надо быть патриотом. А что вот ваша молодежная политика непосредственно сделала для того, чтобы мой ребенок любил свою родину, любил свой плак, любил свою... Понятно, что я ему это учен. Но я помню свое детство, свое пионерское детство. Я реально верила в дедушку Ленина, в комсомол, в пионеров, в октябрят. У меня были непосредственно символика всего этого, да. И сейчас я разговариваю со своим ребенком, она говорит, мама, я вот, знаешь, я хочу закончить иностранный вуз, я хочу разговаривать на трех языках и так далее. А как это будет применимо в ее стране? Кому это нужно сейчас? Вот как раз вы ответили сами на вопрос. Вот кто за это отвечает, вот вы знаете? Вот я за это несу ответственность, я за это отвечаю. Нет, государство, кто за это отвечает? Я за то, чтобы это было. Видимо, депутаты со своими законами. Нет, у нас есть три ветви власти. Судебная, законодательная и исполнительная. Вот исполнительная власть, она работает по законам, которые создаются в парламенте. То есть мы сейчас создаем платформу для того, чтобы была четко разграничена зона ответственности, кто за это отвечает. То есть индикативно, через стратегические планы. Когда будет у каждого чиновника, кто в этой сфере работает, знает, на что он направлен. Вот мы говорим, проводятся мероприятия ради того, чтобы было мероприятие. Плохо же, да? Просто прийти, покричали и разбежались. Мы должны измерять, нужно ли это мероприятие или не нужно. Вот как раз мы для этого создали вот такую платформу, законодательную базу, которая завтра будет обсуждаться. То есть кто за это отвечает? По каким направлениям? То есть в сфере предпринимательства, в сфере здравоохранения, в сфере культуры, в сфере образования, в сфере науки. То есть мы все сферы... Но это огромная машина, я это понимаю. По факту что? Вот по факту для этого нужно, если есть ответственность... Вот, например, я с детьми своими разговаривал, у нас была проблема. Нужны мультфильмы, нужно iPad. Потом, когда мы, вот, почитал эти умные книжки, мы договорились, давайте, iPad можно, мультфильмы можно, но только в субботу. И мы договорились, они стали эти правила выполнять, и даже вообще никаких скандалов, ничего не было. Теперь о фильмах. У нас есть фильмы, контент, но он очень маленький. И здесь есть объективные причины. У нас рынок, ну, медийный рынок, 17 миллионов страна. Конечно же, медийный рынок за счет рекламы живет. Поэтому нужно дополнительно государственное участие. Чем больше этого государственного участия, тем будет качественнее. Теперь мы должны заказы делать. Заказы делать, пропагандировать. Мне один раз сказал, нужно пропагандировать образ тахановца. Ну, мне говорили, вот он, советскую пропаганду. Ну, имеется в виду реальный труд на земле, реальный труд в любой сфере, там, в шахте это будет. Мира, мне кажется, нам нужны просто герои. Такие, как Илья Айлин. Вот Илья Айлин, реальный герой, и он пропагандирует. «Трактор Шинмахабата» мы вот недавно говорили. Мне очень понравился фильм. То есть там рассказывается прелести жизни в селе. В ауле, да? Да, в ауле. У нас есть программа с дипломом в село. То есть вот таких вот фильмов нужно больше. Теперь нужно, вот есть медийные лица, которые должны на личном примере показывать. Вот, ну, не надо быть расточительным. Нужно быть более открытым. То есть заниматься, вот вы, например, говорите, депутаты... Что значит расточительным не надо быть медийным лицам? Ну, у нас не только медийным лицам. То есть, например, мы проводим... Ну, вот Динара, медийное лицо. Она достаточно расточительна по отношению к себе. Значит, не нужно этого делать. Значит, я неправильно что-то делаю? Нет, ну, давайте рассмотрим вот живой персонаж. Я вообще считаю, что нужно пропагандировать образ жизни. Совершенно верно. То есть я занимаюсь, например, спортом. И мои фолловеры, мои подписчики, да, я думаю, что это их как-то стимулирует, да, чтобы тоже заниматься спортом, например. Я ни курю, ни пью, да, то есть это тоже как-то, мне кажется, влияет на моих подписчиков. Да, ну вот что касается расточительства, я зарабатываю хорошие деньги, у меня бизнес, и я, мне кажется, тоже пропагандирую, занимайтесь своим бизнесом, да. Что вы имели в виду, когда вы говорите, что медийные лица расточительные? Я не говорю, не только медийные, то есть люди, которые потенциально медийные, за которыми, на которых равняются. То есть можно, например, у нас модно провести той, но той должен быть настолько роскошным, то есть это должно быть там 7 блюд, потом эти, то есть потом это все, ну, я, например... Вы считаете, должно быть два блюда? Я считаю, должно быть столько, сколько... Нет, должно быть, но не должно быть, чтобы там, как сказать, валиться, которое потом испортится, и рядом... Вот у меня, кстати, вот по этому поводу и в семье мы часто спорим, и с друзьями, то есть я говорю, я против этого. Но это мое мнение, оно имеет место быть. То есть если я к вам приду в гости, я получу салат капустный, салат, значит... Морковный. Морковный. И бешпармах. И бешпармах. И это, кстати, очень правильно. Последний раз я, мы когда приглашали... Здоровое питание. Я готовил, да, действительно, я готовил салат, уникальный салат, мне одна из коллег подсказала, мы делали соус, ну, шикарный соус. На первое блюдо сделал суп грибной в хлебе, то есть там есть определенные технологии, мне тоже вот рассказали. На второе блюдо, на второе мы что-то сделали, что-то мясное, но не бешпармах. То есть это вы гостей позвали? Да, гостей позвали, да. Гостям казахам дали суп, на первое. Да, 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 совершенно верно. Это впервые. Это меня мои друзья любят и уважают. Ну, кстати, одеты вы достаточно расточительно. Отнюдь. Я бы не сказал. Вот сколько стоят браслеты? Даже у нас расточительных медийных лифт нет таких браслетов. Друг мне подарил, он порядка где-то, ну, я так думаю, 15-20 тысяч тенге. Можно посмотреть? А где купил друг? Друг мне подарил. Я просто потом уже смотрел, подарки нельзя как-то так, я примерно оцениваю. Ну, кстати, достаточно модно одеты, скажем так. Ну, у меня как, у меня супруга говорит, так я одеваюсь. То есть обувь вы тоже доверяете, супруга выбирает? Нет, обувь у меня, извиняюсь, нескромность, плоскостопие, я поэтому выбираю сам. Я долго ношу обувь. У вас не дешевая обувь? Да нет, ну, а сколько, скажите, сколько должна быть дешевая, сколько не дешевая? Ну, я думаю, тысячу долларов где-то стоит. Нет, нет, отнюдь нет. Все намного банально проще. То есть вы можете пойти в заре одеться? Ну да, почему бы нет? А можно на фиджачок посмотреть, какого бренда? Можно, пожалуйста. Что-то такое. Слим-фит, ты знаешь такое? Здесь я не знаю, что это вот. Нет, чуть не знаю. Пятидесятый размер. А вот здесь посмотрите. А какой-то демократичный бренд. Да. То есть вы действительно нематериальный против всего материального. Я же говорю, зеленоглазые мужчины очень похожи. Я не против, мне это просто нравится. То есть, понимаете, встречает по одежде, а провожает по уму. По уму, да. Да, по уму. То есть я много видел обеспеченных людей, миллионеров, которые одеваются достаточно просто. Они на это не смотрят. А вот вы о чем мечтаете? Я? У меня уже долгая мечта. То есть я мечтаю о своей мастерской, в которой практически все оборудование есть, чтобы я мог хоть что делать. Ну, пока я ее начал делать, то есть в Павлодаре, теперь я думаю, может быть, в Астане у меня будет такая мастерская. Ну, это чтобы отдыхать. А что вы хотите мастерить? Все, что угодно. Начиная, вот мой любимый журнал «Юный техник», который я выписывал, потом программа «Это вы можете на тот период». Сейчас Google интернет пестрит. То есть мы можем хоть что делать. Мне просто нравится это. Ну, это же не сложно взять в аренду даже какой-то подвал? Нет, ну, свое хочется, чтобы свое, чтобы… Построить. Да, построить, как тебе нравится. Я, в принципе, у меня уже есть в голове, что я себе хочу. Нет, а вы хотите что? Ну, вы сделали там, допустим, ну, образно говоря, там кресло, да? Ну, зачем вы его сделали? Вы что, подавать его будете или дома поставите? Для себя подарить другу. Приятно же делать подарки. То есть вы просто хотите тратить деньги на обивку, обивку. А мы так и так этим занимаемся, да. У меня дети вот мимиори уходят, то есть они там что-то там… Деревня мастеров, да. Деревня мастеров, там дома мы сами что-то делаем, мастерим. Супруга мне понравилась, она последние два года, она какую-то там машинку купила, что-то там мастерит, шьет. И там для детей шьет, но мне это вообще понравилось. Меня просят когда-то что-то там, мужскую работу сделать, я самостоятельно это делаю. У нас дома все в картинах, которые нарисовали дети, которые мы сами собрали. То есть у вас все дома и сделано с вами? Не все, не все. То есть у меня есть, например… Ну, большинство. Семейная ценность есть Абдра, которая от Апашки мне досталась. Скажите, а недвижимость у вас есть? У меня есть земля, дома пока нету. Ну, дедушка подарил? Нет, я сам купил. Нет, а в Павлодарской области вы же давно работаете. Ну, там, к сожалению, нет. У меня у родителей была земля, у нас двое в семье у родителей, я и братишка мой. Мы сами построили коттедж. Дом, который он сейчас живет родители. Да, да, да. То есть он там был маленький такой, а мы его перестроили сами. Смотрите, а какова зарплата у депутата? Ну, у меня порядка 500 тысяч деньги. У вас у всех одна зарплата? Да. Или как-то по выслуге лет, возможно, какие-то есть такие, да? Ну, то есть вы всего три года депутат, и вы уже полмиллиона зарплату получаете? Ну, изначально сразу такая. Изначально так было сразу. Ну, это не скромно. Допустим, Мухтар Бакирович, наверное, больше получает, да, раз он уже 15 лет? Видимо, там, видимо. Я вот не задавался, это просто не скромно, чужой карман. Я декларацию сдаю. Вы зарабатывали где больше, здесь сейчас, в Астане, или все-таки в области? Ну, я когда не был депутатом, от жилиса парламента, у меня было больше возможностей. Я там занимался, ну, международные фонды, то есть выигрывал гранты. То есть там, конечно, было возможностей больше, я так думаю. А сейчас вот помимо депутатской зарплаты, это же все равно как бы сумма? Я читаю лекции, у меня есть магистранты, докторанты, то есть я с ними общаюсь, там еще дополнительно есть, но небольшая сумма. То есть вы ищете пути, да? Ну да, мне нужно быть, скажем так, постоянно в форме, потому что это профессия, то есть в дальнейшем. То есть мне нравится заниматься наукой дополнительно, когда, кроме того, нравится заниматься общественной деятельностью, нравится общаться с моей семьей. Ну то есть вы не боитесь, если, допустим, депутатский корпус распустят, остаться, ну, как бы, не удела? Знаете, что любой человек должен бояться? Быть пятым колесом, когда быть ненужным. Я видел людей потерянных, которые, допустим, работали, что-то такое, а потом они оказались ненужными, и это страшно. Нужно быть нужным обществу, нужно быть семье, нужно быть стране. У нас, ну, это может пафосно, но мы сейчас считаем, что мы нужны стране, и делаем... Не, ну почему пафосно это? Ну это... Как же мы без вас? Ну, в любом случае. Ну, когда мы общаемся, за стол садимся, там с друзьями общаемся, депутаты там, и начинается, а-а-а, депутат, сразу ярлычок такой, депутат это человек, который... Это кто? Вот ваши друзья и родственники что думают, что депутаты не работают, правильно? Мои друзья уже так не думают они, потому что знают... То есть по вам? Да, да, по мне, то есть насколько сложно, насколько это ответственно, они переживают, и дают советы, семья поддерживает тоже. Ну вот тем не менее, за столько лет нашей независимости, отношение к депутатам, как вы сами сказали, с ярлычком. А сколько нам независимости? 23 года. 23 года, вспомните себя в 23 года и сравните себя с сейчас. То есть мы за 23 года сделали головокружительный прыжок. То есть мы сейчас вошли уже в 50 стран, развитых стран. У нас амбиции в 30-ку сейчас войти, то есть серьезные амбиции. То есть через два года вы не узнаете из-за инфраструктуры, какая у нас будет. У нас не только железные дороги, воздушные хабы и автодороги, какие будут. А вы в последний раз когда на поезде ездили? Ну, на прошлой неделе. Я на электричке. А вы съездите в сторону запада, например? Я ездил на электричке в Павлодар, потому что там у меня семья. На запад я ездил где-то лет 5-7 назад на автомобиле. На автодоме у меня сын, серьезно тяжелая болезнь была летом. А так мы планировали вообще практически весь Казахстан объехать на автодоме. А мы успели только... Знаете, я вот вас слушаю, мне кажется, что вы живете в какой-то другой жизни, честно. В какой-то другой стране. Потому что когда я раз попала в больницу совершенно незаконно с ребенком, и у меня не было возможности перевестись в платное отделение, потому что это произошло ночью, я увидела глубокий ужас, живя в Алматы. Ну, можно сказать, в центре, да? И являясь известной телеведущей. И являясь известной телеведущей, да. Не только телеведущей, там и так далее. И, знаете, я увидела глубочайший ужас в центре Алматы, в бесплатной скорой помощи, или как это называется, в больнице. И я просто поняла, что, честно, то, что там творилось, меня положили вот на такую кроватку, потому что там лежали другие мамы, я была в коридоре, потому что не было... Там ужасно пахло, там не было медсестры, и медсестра не пришла вовремя, потому что, оказывается, ей нужно было дать денег, для того, чтобы она пришла. Понимаете? И вы когда-нибудь были в такой ситуации? Был? Да. И сейчас вы говорите о том, что так все хорошо, когда это происходит в большом городе. Все хорошо, я не говорю, что везде все хорошо. Когда ты приходишь в школу, а там ужасные зеленые стены. Давайте я вам расскажу. Когда там непонятно, чем корня. Я вызывал, к сожалению, у меня дети болели, вот, вызывал скорую здесь, в Астане, год назад. Два с половиной часа скорая ехала. Два с половиной часа. Для меня это был кошмар. Потом, когда я начал разговаривать, нужно просто менеджмент какой-то провести. У нас в Павлодаре, где я жил три года назад, она приезжала пять-десять минут. Первый сын, когда у меня родился, скорая на пятый этаж ко мне поднялась, без лифта, пятиэтажка старого образца, он поднялась наверх. Жена была уже в таком тяжелом состоянии, невозвратном. Они сделали соответствующие уколы, систему. И на носилках с пятого этажа вынесли. Хотя, говорю, она говорит, могу сама. Я до сих пор еще тех работников скорой помощи не нашел. Благодарность им сказать. Супруга, когда рожала вторую, третью дочь, она лежала в нашем Павлодарском роддоме в коридоре. И это нормально. Потому что в тот период просто был бэби-бум, может быть, у нас в этот период. Мы буквально месяца два назад, когда ездили, проезжали возле роддома, детям сказали, смотрите, вы здесь все родились. Ну вообще, по семе, когда пересанут брать взятки, например, в университетах, как наши дети учатся? Они платят деньги, их берут, разводят, ну, водный сленг, да, разводят свои предметы. Это же повсеместно везде. Я говорю, я с мамой попала в больницу недавно. Моя, ей стало плохо, маме, я попала с ней в больницу. И пока я не засунула, простите, 100 долларов врачу, врач не стал осматривать мою маму. Вот вам как? Вот я, как бы, человек, который с этим столкнулся, сказал, здравствуйте, меня зовут Бен, спасите мою маму, ей плохо. Он стоит на меня смотрит. Полтора года назад моей маме, она уже постфактум позвонила, что ей стенд поставили. Я не в коем случае, не говорю, что все врачи такие. Да, достаточно. Но очень много таких случаев. Я больше встречаю достойных врачей. Вот в Казахстане достойные врачи. Но вы депутат. И не потому, что я депутат. Вот в том-то и дело. Наоборот, некоторые вещи даже не мешают. А кто должен этим заниматься? Как вот с этим бороться, скажите? Создавать условия. Для этого мы работаем. То есть, например, есть исключения из правил. Если, например, мы же, если один раз плохой человек встретится, можно на всю жизнь оскомину себе набить. И на всех. Вы понимаете, что действительно, когда это бесплатная медицина, вообще у нас какой-то, я не знаю, стереотип, да, если бесплатно, то, как правило, к тебе нет никакого неуважения. Вот ты пришел, бесплатно тебя обслуживаем, да? Вот жди. А вы сами часто ходите на обследование? Да, раз в год. Куда? Ну, у нас есть поликлиника администрации президента, и мы раз в год проходим обследование полностью. Я не потому, что... Просто очень дисциплинирован в этом плане. Да, мне кажется, не только в этом плане. Вы вообще дисциплинированный человек. Да нет, я говорю же, я могу задержаться на работе, семья страдает. Но это не недостаток. Это большой недостаток. Семья страдает, но семья получает папу депутата. Человек настроения так же. Вот вначале мы, когда начали общаться, я думал, о чем будет разговор тоже. Настроение у меня сейчас поднимается только сейчас. Я не люблю разговоры ни о чем, а вы как раз раскрываете те позиции, которые мне хотелось бы, может быть, рассказать. Не надо ничего придумать, намного легче, свободно себя чувствуешь, легко себя чувствуешь. Важно мнение общественности, что о вас будут думать, что о вас подумают после этой программы. Для меня важно. Может быть, я хотел бы обмануть, сказать, да нет, не важно. Знаете, я тоже проходила детектор лжи, и у меня был вопрос, важно ли вам общественное мнение. Естественно, я сказала да. Но детектор сказал нет. Так что, возможно, и нет. Ну, детектор всегда может тоже ошибаться. Мне важно, потому что есть, моя семья переживает. Мне, мой дедушка, когда читает, еще что-нибудь, замечания делает, он переживает. Уже 96 лет, когда мой отец или мама, они же все смотрят, говорят, вот, здесь вот сынок не так. Балам-балам. А с кем вы советуетесь? Есть люди вот такие авторитетные в вашей жизни, когда у вас какой-то вопрос, вы не знаете, как поступить? Очень хороший вопрос. Вот в жизни самое страшное, вот, как раз, наверное, это потеря авторитета. То есть, когда человека сильно уважал, и вот стремился на него, быть на него похожим, и потерять его, это самое страшное. Никому не пожелал бы, это самое страшное. Конечно, есть, у каждого человека есть. В чем-то это... То есть, у вас был такой авторитетный человек, и вы потеряли его? А, нет, есть, да? Да, есть. И кто это? Ну, это, конечно же, мои родители, мама моя. Родители, да, это не, ну, как бы это такой неоспоримый факт. У меня есть... Может быть, среди коллег? В принципе, везде. Вот я среди коллегами познакомился, для меня целый мир был открыт. Я не думал, что депутаты такие, может быть, как у вас было мнение. Думал, депутаты, это, наверное, такие скучные, неинтересные люди, которые только о себе думают. А у кого есть? А у нас оказалось не так, очень профессионально, здесь у многих можно чему учиться. Сегодня у нас в гостях уновь зеленоглазый депутат. Он обвезил меня больше, чем Танюр Берген Бердангар. Чем? Своей искренностью. Я здесь сижу, вы меня обсуждаете. Конечно, у нас такой формат. Ну, тебе понравилось? Ну, скажем так, вы мне симпатичны. Мирам, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я очень надеюсь, что очень скоро и вы нас позовете к вам в парламент на какую-нибудь такую горячую тему, да? Хорошо. На заседание рабочей группы. Вы смотрели «Скай-студию». Сегодня у нас в гостях был депутат Можилиса парламента Мирам Бегентаев. И с вами были Баяна Сентаева, я Динара Саджан. И мы благодарим наших официальных партнеров. Салон мебели «Люссо» и строительную компанию «Доступные квадраты». Увидимся с вами с удовольствием ровно через неделю. Всего доброго. Спонсор программы – строительная компания «Доступные квадраты» с жилым комплексом «Пана». Расположенный в тихом и уютном районе столицы, жилой комплекс «Пана» – это первое в своем классе жилье, в стоимость которого входит мебель и бытовая техника. Подробности на сайте pana-home.kz Компания «Люссо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сичис, Капеллини, Тосканова. Сделанное вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люссо» – это роскошь, достойная вас. «Люссо» – это роскошь, достойная вас.